Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Во время Оона совет сотворишь архиереи со старцей книжники. И весь сон, связавший Иисуса ведоши, и предавший Го Пилату. И вопроси Го Пилата, ты ли и си царь иудейский? Он же, отвечав речи ему, ты глаголиши. И глаголх на него архиерея много. Пилат же паки вопроси Го глаголи, не отвечиваешь или ничтоже? Вишт, калика на тебя свидетельствует. Иисус же к тому ничтоже отвеча, як одивитесь и Пилату. На всех же праздник отпуща шим единогосвязни, гоже прошаху. Беже нарицаемого рава, сковники свими связан. И живко и убийство сотвориша. И возопив народ нача просить, як же всегда творяши им. Пилат же отвечаем глаголе. Хочете ли пущу вам царя иудейска? Ведеши бы яко зависти ради предаши Го архиереи. Архиерея же поминуша народу, да пачева раву пустит им. Пилат же отвечав паки речи им. Чтоба хочете сотворю, Го же глаголицы царя иудейска. А не же пакева запиша глаголюще, пропни его. Пилат же глаголы шеим. Чтоба зло сотвори. А не же из лиховопияху пропни Его. Пилат же, хотя народу, хотя не сотворите, пустим в ораву и предади Иисуса бив, да пропнут Его. Немедленно поутру первосвященники со старейшными книжниками и весь Синедрион составили совещание. И, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его, ты царь иудейский. Он же сказал ему ответ, ты говоришь. И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его, ты ничего не отвечаешь. Видишь, как много против тебя обвинителей. Но Иисус и на это ничего не отвечал. Так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ, хотите ли отпущу вам царя иудейского? Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву. Пилат, отвечая, опять сказал им, что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским? Они опять закричали, распни его. Пилат сказал им, какое же зло сделал он. Но они еще сильнее закричали, распни его. Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисус, обив, предал на распятие. Вот одна из таких, наверное, самых страшных картин истории человеческой сегодня перед нашим взором открывается. Это предательство Христа, беззаконный суд над ним. Да, и в итоге смертный приговор. Но давайте сначала. Видим, что после того, как Христа взяли в Садоге в Семанском, ночью, допросив его, обвинив его в богохульстве, уже первосвященники, старейшины, книжники, члены Синитриона, то есть видим, что самый высший цвет иудейского народа, лучшие люди, что ли, так вот скажем, еле дожидаются утра, чтобы идти во дворец Пилата, Пилата, прокуратора иудейского. Это наместника императора, тот, кто воплощал в себе такую вот власть исполнительную. И как раз вот все решения, связанные особенно с такими приговорами, как смертный, они должны были решаться его властью. И вот, собственно, и ведут к Христу, обвиняя его как нарушителя закона, как нарушителя покоя гражданского, как возмутителя, как того, кто себя возомнил и заявил как царем иудейским для того, чтобы организовать восстание против римской власти. Именно это ему инкриминировалось. Потому что первосчинники понимали, что у Рима всегда здесь разговор с бунтарями очень краткий. То есть если вина твоя очевидна, то смерть практически немедленно. Так вот и здесь приводит его к Пилату, обвиняя его как зачинщика беспорядков. Пилат спросил, вот ты царь иудейский, да, то есть правы ли они, называя тебя так? Иисус говорит, Анфе, ты говоришь, что, то есть ты все слышал, ты все знаешь, то есть тебе решать. Действительно, Господь ведь мог назвать себя царем иудейским в истинном смысле этого слова. Он действительно тот царь, который ведет нас в Царство Божие, готов нам дать его. Но он не был тем царем, которого описывали первосвященники Пилату. Он не претендовал на земную власть. Пришел на землю не для того, чтобы здесь прославиться, чтобы здесь владеть каким-то богатством или еще чем-то. Нет, вовсе нет. Пришел на землю для того, чтобы умириться о нас. Как Господь говорил, царство мое не от мира сего. А первосвященники, видимо, обвиняли его во многом. Видимо, стояли рядом и исполнены злобы, ненависти, кричали, хулили Христа. Уже избитого, униженного, усталого. Пилат опять спросил, вот ты ничего не отвечаешь. Видишь, как много против тебя обвинителей и обвинений. Но Иисус и на это ничего не отвечал. Так что Пилат удивился. Почему Пилат здесь удивляется? В общем-то, оно понятно. Всякий человек, которому угрожает смерть, всеми силами пытается этого избежать. И тем более, когда человек невиновен и видит, что да, он сейчас стоит перед тем, в руках которого власть, и который, в общем-то, может принять решение, что еще не вышли за стены Иерусалима, за вот эти судны и врата еще не переступили ноги, еще можно оправдаться, еще можно что-то изменить. Всякий человек бы просил бы здесь и о пощаде, и требовал бы какого-то здесь честного суда. Ну, все бы, наверное, так поступили. А Господь здесь молчит. Конечно, здесь Пилат удивляется этому. Видя вот эту, наверное, даже уже не человеческую силу воли, вот эту выдержку, вот тоже для всех для нас пример. Господь делает дело Божие. И видим, как Он это делает. Не тогда лишь, когда это удобно, когда да, это приятно, когда все, знаете, так вот гладко получается. А делать тогда, когда настолько страшно, настолько тяжело. Он идет исполнять то, для чего Он пришел на землю. А что дальше? На всякий праздник отпускал нам одного узника, о котором просили. Ну, вот тоже обычай. Тоже, видимо, здесь Рим пытается быть лояльным к тем народам, которых завоевал. И, в общем-то, действительно, политика Рима была во многом очень благополучной, что ли, для людей. Как здесь даже говорят историки, исследователи всего этого, говорили, что Рим своим законом, он очень часто исправлял беззаконие. То есть, вот беззаконие вот этих воровских стран, которые Рим завоевывал, там устанавливались четкие римские порядки, которые, действительно, во многом, они были, ну, для человека в плюс. Вот так же и здесь, вот, будучи, руководя иудеей, да, то есть, владея иудеей, видим, что здесь вот римские власти, они снисходили к каким-то просьбам, к каким-то даже требованиям народа, исполняли это. Если это, конечно, даже не шло в ущерб общей римской политике. Так вот и здесь праздник Пасхи, тем более. Великий праздник, когда, в общем-то, люди стараются больше и думать о Боге, больше, может быть, делать добрый дел. Да, вот даже тут, как дело милосердия, что ли, могло рассматриваться вот это отпущение узника на свободу. Что, то есть, простить ему его беззаконие и отпустить. Но, опять же, ведь не всякого узника могли отпустить. Потому что, если там, действительно, человек повинен в бунте, например, повинен в убийствах, в мятеже, то таких не отпускали. Здесь как раз такое находится. Да, некто был по имени Варава, который с своими сообщниками в мятеже сделал убийство. Следователи говорят, что Варава принадлежал числу таких весьма патриотически настроенных людей, но убийц, в общем-то. Здесь не припомню их название, но в описании их было такое, что носили кинжалы под плащами своими и безжалостно, очень быстро расправлялись, если такая возможность была, с врагами, что ли, иудеев. То есть, могли убить, может быть, римлян или воина римского, и как-то скрыться в толпе, сбежать. Ну, то есть, вот такое вот было. И, с одной стороны, люди могли и бояться таких людей, но, с другой стороны, в какой-то степени их чтили и уважали, что вот какие-то они бесстрашные, хоть те были убийцами. То есть, вот такие нравы были. И вот здесь Варава. Видим, народ начал кричать и просить Пилата о том, что он себя делал для них. Народ, который находится здесь у дворца Пилата, стоит на улице и просит. Что же это за люди были? Ты смеешь, что как раз там было много сообщников Варавы. Пришли просить и требовать отпустить его. Возможно, были те люди, для которых его поступки оказались, что ли, чем-то благородным. Всегда возникает вопрос, а где были люди, которых Господь исцелял? Где были люди, которых Господь кормил, которым помогал, которые шли за ним? Почему их тогда не было? Да, может быть, не слышали беззаконие, которое совершилось ночью. От Христа схватили тайно. Может быть. Нам остается здесь только гадать. Но, тем не менее, увидим, что произошло. Ведь все равно часть хоть какая-то, пусть, скажем, самая худшая часть юдейского народа стояла там, но все равно это были иудеи. Те, кто тоже ждал Мессию и кто в итоге от него отказался. Вот и просит Пилат, отпусти нам узника. Он говорит им, давайте отпущем царя иудейского. Потому что ведь понимал, что Христа из-за зависти предали. Но народ стал просить Вараву. А этого распни, убей его, уничтожь его. Он нам не нужен. Мог ли Пилат отпустить Христа? С одной стороны, мог. Мог действительно использовать власть свою. Там ведь стояли войска римские. В общем-то, и кто бы мог ему помешать. Но проблема Пилата была в том, что он испугался. Испугался бунта, испугался народного восстания, испугался гнева Цезаря. Ведь, как говорят историки, он ненавидел иудею. Для него это было ссылкой, когда его так командировали, что ли. Он мечтал вернуться назад в Рим. Свои привычные для себя условия, такой вот жизни столичной. А здесь иудеи, непонятные люди с своими какими-то правилами, законами. Привели мне того, кого, с одной стороны, царем своим называют, с другой стороны, вот так ненавидят его. Что же с ними сделать? И вот он умывает руки. Как бы отказывается участвовать далее в этом деле. И малодушно соглашается предать смерти неповинного. Чего ж, кричат на улице. Распни его, распни. Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им воравву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Такие ангельские строки мы с вами слышим. Читали мы Евангелие от Марка, главу 15, то есть 1 по 15 стих. Всем нам напоминаю необходимость чтения Священного Писания ежедневно, хотя бы по одной или по две главы. Субтитры создавал DimaTorzok